9 мая 2014 года проведем критическую оценку результатов полученных от посева мицелия жидких средств. Вот флакон мицелия штамм М5, вот флакон мицелия. Итак, очень важно сделать именно съемку сейчас, потому что сейчас вот то, что мы видим, сейчас будет самым показателем. Сейчас мы возьмем камеру с руки, с руки, с руки, вот, с руки и посмотрим, что у нас здесь происходит. То, что мы здесь видим, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Вот. И общим планом, если возьмем все эти баночки, то мы самым простейшим образом видим, что вот здесь вот эти баночки, которые находятся вот в этом месте, значительно отличаются от всех остальных, которые находятся на этой, на полке, короче. Вот здесь видим красивый логотипный такой стаканчик Фанни Машум Скул, а вот здесь видим баночки, которые значительно отличаются от всех остальных. Давайте объясним, что с ними произошло. Вот эти банки были засеяны из вот этого флакона штамма М5, которым видим, что в нем зародилась какая-то жизнь. Там какое-то лохнесское чудовище внутри флакона плавает. Вот это лохнесское чудовище позволено нам сегодня 9 мая, а посев был сделан 25 апреля. То есть с того времени прошло какое-то время, посчитайте. Вот. Все остальные баночки тоже растут неплохо. Это штамм P80, засеянный обыкновенным агаром из пробирки. Видим довольно-таки неплохой рост, но ему еще надо какое-то время, еще дней 6-7 для того, чтобы он превратился в посевной. И видим, что все банки абсолютно в одинаковой стадии созревания. Здесь тоже самое. Оборачиваем здесь тоже самое. Я банки не перемешиваю. Когда бросаю агар, банки я не перемешиваю, чтобы так лучше. Теперь смотрим лимонная вешенка. Вешенка лимонная. То же самое состояние. Теперь смотрим вешенка розовая. В том же самом состоянии. Но уже по внешнему виду этого мицелия можно сделать такой вывод, что скорость роста самого мицелия, что у лимонной, что у устричной, что у розовой, приблизительно одинаковый. Из этого мы можем сделать такой, так как лимонную и розовую мы еще не выращивали, то приблизительно можем предположить, что сама характеристики роста грибов будут приблизительно одинаковые. То есть не будем там каких-то особых условий, стерильных этих самых, садим на обычные субстраты и посмотрим, что будет. Но здесь видим, что зарастало немножко немножко хуже, чем те, что на переднем плане, потому что от стены холодно. И вот даже видим такой небольшой перепад температуры. Вот тормозил рост мицелия. Но это ничего страшного. И самое главное, вот эти, вот этот пример, который был засеян из флакона, видим, что он в разы выглядит лучше. Фактически не было времени снять чуть раньше вот это видео. Они были уже полностью такая на 100% розовом состоянии 3 дня назад. Это было когда? 6 числа. То есть приблизительно прошло ровно 10 дней. Через 10 дней мицелий готов. То есть можно сделать вывод, что производить мицелий и жидкой среды из флакона намного быстрее, намного экономически получается тогда выгоднее, чем все остальные способы агара и всего остального. И вот еще один такой пример. Тоже Фанима Шум Сколл отличается от всех остальных каналов, потому что освещает не только удачи. Я вчера буквально зашел, посмотрел в интернете по запросу вешенка, что там творится. Набежало-набежало там множество псевдогрибоводов, которые вырастили, сделали 10 блока, вырастили там два ящика грибов и поют там песни о том, как всем остальным выращивать грибы. Вот. Посмотрите на таких каналах, если вы заходите, посмотрите в общем плане, чем занимается этот блогер и поймете, что там грибы, он вырастил первый раз, ну и может быть и последний, но зато с претензиями на авторитетность будет рассказывать, как выращивать грибы. Значит вот, на переднем плане видим, это здесь вот маркировано, это тоже флакон 25.04, то есть посев был сделан вместе с М5, но как видим, роста здесь не наблюдается, ну то есть не пошла, не пошел зарастание этих банок, значит продолжим исследование в этом направлении, почему-то нету роста, значит не все так просто, как кажется, возможно на первый взгляд. Но если это у нас получилось в этом случае, значит получится и у всех остальных, то есть нужно что-то доработать, но я уже там в предыдущих видео рассказывал, что флаконы находились в разных условиях, тот флакон именно P80 находился в инкубаторе при другой температуре, возможно это сыграло этот фактор, что не нужно было ставить его в инкубатор, одержать в прообыкновенных условиях, так как М5. И с целью исследования, что же находится в этих флаконах, были сделаны контрольные посевы, это обязательно делать, контрольные посевы мы сделали в ламинарной шкафу, что это у нас тут, в ламинарном шкафу были засеяны на чашке, на чашках, что мы смотрим, ага, вот смотрим контроль флакона М5, четко видим невооруженным глазом, что очень обширный урод, при том буквально где-то два дня назад я смотрел, на чашке ничего не было, сейчас мы наблюдаем очень массивная колонизация этой чашки, это посев сделан из флакона, чтобы убедиться там, что сама культура в флаконе живая, давайте посмотрим на нее ближе, очень и очень массивная такая, видите, все одновременно взорвалось, и как видим, что-то с флакончиком П80, он остался в таком спящем состоянии, но я скажу, иногда так бывает, что появление роста происходит где-то приблизительно через две недели, так что выводы пока делать рано, мы немножко еще понаблюдаем за этими чашками, тем более, что видим, что там жидкость еще не подсохла на самой гаровой среде, то есть сейчас пока делать выводы рановато, ну и М5 все нормально, по крайней мере, мы знаем, что у нас во флаконе очень хорошая питательность, да, при том без посторонних роста, при том видим, что мицелий очень активно, вот уже образовывается такой массивный белый, нарастание, это говорит о активности мицелия, ну и тут нужно было бы показать вот такую красоту, как я люблю, вот это искусство, вы посмотрите, что здесь творится, это лимонная вешенка, вот рост мицелия, какая здесь красота, это же просто, это же просто что-то, здесь идет незримый бой между двумя разными какими-то грибами, каждый по-своему здесь красивый, даже видим на палочке, там на кончике палочки, вот видим какой-то образовался примордий, ровно так где-то на 12 часов, ну и какая-то там культурка пробовала тоже что-то отвоевать для себя, тут кстати, хорошо, что мы сразу это не утилизировали, как видим, мицелий лимонной вешенки начал прорастать по поверхности этого другого гриба, я вижу сейчас, что там растет другой мицелий, то есть можно говорить о том, что активность биологическая там и природная у лимонной вешенки довольно-таки большая и вот тот гриб, который вырос на чашке, для него нам не такой страшен, он в принципе пойдет на питательное вещество со временем, видим, вот надо взять какую-то указочку, сейчас одну секунду, нужно было, можно остановиться более подробно на вот этом экземпляре, очень тут все красиво выглядит, вот возьмем какую-то указочку, сейчас где у нас указочки, вот, видим вот здесь, мицелий лимонной вешенки начал начал зарастать уже на вот эту какую-то ферментацию такую, что сделал вот этот грибок, что это такое, непонятно, но выглядит оно очень и очень красиво, такие какие-то образуют пещерки, такие вот, довольно-таки красиво, вот, ну и посмотрим, какую красоту здесь образует лимонная вешенка как рисунки на стекле морозные, видите, какие вот образуют вот дерева если у вас что-то такое подобное, вы видите, это не обязательно, что такими целями нужно утилизировать такие из них можно вот эти части брать, вырезать и дальше делать пересевы на чистые чашки и в результате вы получите все-таки чистую культуру а это оно отбракуется, сделаем из этого фотографии и будем иметь вот такой интересный видеоматериал вот еще раз так, я минутку, я просто любуюсь этой красотой ну и М5, как мы поняли, растет вот стоит партия пластдам для творчества пробирки это уже для пересевов, для соискания более чистой культур там без всяких уже примесей ну и все такое с вами был Мак Салли желаю вам всего самого на лучшего занимайтесь грибоводством и микромекологией и микромекологии